Доброго времени суток, друзья! В сегодняшнем выпуске мы разберем приложение для максимальной синхронизации ПК со смартфоном. На часть приложений мы делали обзор в самом первом выпуске Рософт. Сегодня мы обновим и дополним данный список. Начнем с приложения Pushbullet, основная задача которого отображать уведомления с вашего смартфона на ПК. В случае с SMS Telegram и некоторыми другими мессенджерами, можно прямо с него отвечать и писать сообщение через Pushbullet на ПК. Для некоторых пользователей это будет удобнее, чем устанавливать отдельное приложение на компьютер. Для установки на ПК переходим на сайт разработчика по ссылке в описании и устанавливаем клиент для Windows. После загрузки устанавливаем приложение и переходим в настройки. Проверяем, чтобы были активированы функции запуска при старте системы, контекстное меню и отображение уведомлений. Остальное настраиваем по усмотрению. Кроме этого, можно установить расширение для браузеров Chrome, Opera или Firefox. После чего будет доступна пересылка страницы прямо из браузера на смартфон из контекстного меню по нажатию правой кнопкой мыши на странице сайта, а также полный доступ к функционалу прямо из браузера. Для установки на Android смартфон или iPhone необходимо скачать приложение из Google Play или App Store соответственно. Перейдем к более детальному разбору функционала. Про отображение уведомлений мы уже проговорили. Для SMS поддерживаются полноценные чаты, а в случае с мессенджерами только быстрые ответы. В меню настроек на смартфоне вы можете выбрать синхронизировать ли SMS и от каких именно приложений уведомления перенаправлять на ПК. Есть и некоторая возможность работы с удаленными файлами, но она ограничивается возможностью запросить с телефона файл, расположенный на ПК. После чего файл вам перешлется. Для этого оба устройства должны быть включены и подключены к сети, а вот находиться в одной локальной сети вовсе не обязательно. Перейдем к самым востребованным функциям приложения помимо удовлений. К примеру, у вас на смартфоне есть фото, который вы хотите сохранить на компьютер или обработать в фотошоп. Можно просто на смартфоне нажать поделиться и выбрать Pushbullet, после чего любой файл будет переслан на устройство, которое вы указали, или на все сразу. Можно отправлять сообщения и файлы со смартфона через само приложение, выбрав вкладку уведомления. Таким же образом можно пересылать на смартфон любые файлы с ПК или планшета. Просто нажмите на файл правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите Pushbullet и устройство списка, и файл будет мгновенно отправлен. Также можно это сделать через окно приложения на ПК или из браузера. В случае с пересылкой отдельных файлов это очень быстро и удобно. Еще одна безумно полезная и удобная функция это универсальный буфер обмена между вашими устройствами, который тоже работает вне зависимости от того, в одной ли сети находится устройство. Для этого необходимо в настройках приложения на каждом из устройств активировать данную функцию. И вуаля, можно скопировать текст или ссылку на смартфоне и тут же вставить ее на компьютере. И наоборот, скопировать текст или ссылку на ПК и вставить на смартфоне. Единственный минус это то, что эта функция доступна только для премиум аккаунта по подписке. Тут уже думайте сами платить или не платить. И к слову в интернете вы можете найти другие решения активации. В целом приложение крайне удобное и пользуюсь им уже не первый год, так что настоятельно рекомендую. Если синхронизация и написание смс с ПК через Pushbullet вам не подходит, то обратите внимание, что возможность синхронизации сообщений между смартфоном и ПК появилась и в фирменном приложении от Google. Чтобы ей пользоваться необходимо, чтобы на вашем смартфоне было установлено приложение сообщения от поискового гиганта. На ПК же ничего устанавливать не требуется. Достаточно перейти по ссылке messages.android.com, где будет отображен QR-код. В приложении на смартфоне зайти в меню веб-версия сообщений, нажать сканер QR-кодов и отсканировать код в браузере. Готово. Можно закрепить данную вкладку для того, чтобы сообщения на ПК всегда были доступны. Реализация схожа с таковой веб-версией WhatsApp. Лично мне удобно закрепить в браузере вкладки с веб-версией WhatsApp, Telegram, ACQ и SMS. Пора перейти от различных общалок к удаленному управлению ПК. Пожалуй, очень многие знают про приложение Teamweaver, с помощью которого можно управлять компьютером со смартфона, находясь на другом конце света. Так что заострять на него внимание я не буду. Но что делать, если хочется управлять компом со смартфона, находясь дома как пультом? В этом нам поможет приложение Unifit Remote. Для его установки необходимо скачать программу сервер для ПК с официального сайта и установить приложение на смартфон с Google Play. Устанавливаем сервер, в установочнике можно отметить галочкой функцию сервиса системы. После открываем Unifit Remote на смартфоне. Заходим в меню, серверы и если ваше устройство в одной локальной сети, в списке должен отобразиться ваш ПК. Выбираем его. Как только подключение установится, оно будет сохраняться всегда, когда ваше устройство окажется в одной сети. Теперь можно управлять компьютером со смартфона на манер тачпада. Для этого в меню приложения зайдите на вкладку Remotes и выберите Basic Input. Тачпад поддерживает управление жестами. Щелчок правой кнопкой мыши потапывает двумя пальцами, скроллинговыми пальцами для перемотки, долгое нажатие для перетаскивания и изменения масштаба щипками. Тут же можете вызвать клавиатуры для ввода текста. Есть возможность удаленного доступа к файлам и управления медиа. В меню доступен просмотр рабочего стола и управление основными командами ПК. Выключение, перезагрузка, блокировка, сон и пробуждение. Поддерживаются виджеты для рабочего стола смартфона. Unifit Remote как палочка-выручалочка на разные случаи жизни. Ресурсов на телефоне так и на ПК почти не потребляет, а помочь может в любой момент. Друзья, многие из вас любят накатить на колонке музыку с ПК на всю квартиру, пока ходят по дому и занимаются своими делами. Я – да. И поскольку иногда хочется быстро переключить музыку или сделать громче или тише, не входя в комнату с компьютером, я пользуюсь приложением AIMP Remote Control. Оно обеспечивает полный доступ к управлению музыкой на ПК со смартфона. Также имеется функция понижения громкости музыки во время уведомления или входящего звонка. На компьютере нам потребуется установленный плеер AIMP в последней версии и плагин Remote Control. Ссылки будут в описании под этим роликом. После установки плеера и плагина скачиваем приложение на смартфон с Google Play. В приложении добавляем наш ПК, если вы в одной локальной сети, то он отобразится автоматически, если на компьютере запущена AIMP. В настройках можно сразу указать действия при входящих звонках и уведомлениях. Для этого переходим в меню, настройки, громкость и указываем необходимые параметры. Если на ПК в AIMP добавить всю библиотеку музыки, то из-за смартфона вы получите доступ ко всем локальным файлам. На этом движемся далее. Ранее мы рассматривали возможность быстрого переноса файлов с ПК на смартфон или наоборот с помощью приложения Pushbullet. Но если вам необходим полноценный доступ к файлам смартфона на ПК без подключения по шнуру, то отличным решением является ES File Manager. Скачиваем его с Google Play, устанавливаем, открываем. Заходим в меню, сеть, удаленный доступ, нажимаем включить. На экране отобразится адрес FTP сервера, который необходимо ввести в проводнике и вы получите полноценный доступ к файлам вашего смартфона. В настройках можно задать доступ по логину и паролю, чтобы никто кроме вас не подключился. Помимо данной функции ES File Manager является, на мой взгляд, одним из самых удобных файловых менеджеров для смартфона, а также обладает дополнительными функциями. Одной из них является возможность доступа к файловой системе компьютера. Для этого на вашем ПК должен быть включен общий сетевой доступ. Ну и напоследок поговорим о браузерах. На компьютере я использую браузер Opera, поскольку он имеет движок Chromium и по скорости Chrome от Google не уступает. Но помимо этого имеет и множество дополнительных функций, например, встроенный VPN и блокировщик рекламы. Одна из самых удобных фишек — это синхронизация. Если залогиниться в Opera и установить Opera для Android на смартфоне, будут доступны все вкладки, закладки и экспресс панель с ПК. Поскольку на ПК у меня куча рабочих закладок и никогда не знаешь, в какой момент они понадобятся, это весьма удобная фишка. Но и всегда можно начать читать какую-либо статью с ПК и закончить уже на смартфоне в дороге. Кроме основного браузера для смартфонов, Opera выпустила и новую концептуальную версию браузера Opera Touch. Его принципиальное отличие от старшего собрата заключается в управлении жестами одной руки. Достаточно удобно. Для этого приложения был разработан режим Flow, который создает канал общения между настольным браузером и Opera Touch. С помощью этой функции можно быстро передавать ссылки, страницы и сообщения между данными версиями браузера. Лично мне больше нравится основной браузер Opera для Android смартфонов, но и Opera Touch определенно заслуживает внимания. На этом все. Я надеюсь, данный большой выпуск был многим полезен и помог оптимизировать взаимодействие с гаджетами. Ставьте лайк за подборочку годноты и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. До новых встреч!